В эфире итоговая информационная программа. Я ее ведущая Алена Куколева. Здравствуйте! И вот о чем расскажем в этом выпуске. Лесопарк станет главным местом активного отдыха рязанцев. Сергей Карабасов рассказал школьникам о благоустройстве городских пространств. Первый индустриальный форум. В нем приняли участие более 40 предприятий области. Теперь врачи смогут помогать на расстоянии, консультировать по телефону и интернету. В России с 1 января вступил в силу закона о телемедицине, предусматривающей возможность дистанционного оказания медицинской помощи. Специалисты смогут давать онлайн-консультации и вести удаленное наблюдение за здоровьем пациента. В Рязанской областной клинической больнице в пятницу прошла большая конференция по вопросам лечения на расстояние. Лекции, мастер-классы, обсуждение сложных медицинских вопросов и обмен опытом. Именно для этого на два дня в Рязанской областной клинической больнице собрались ведущие медики со всей страны, а также гости из Великобритании. Так как медицина – отрасль прикладная, то конференция носит по большей части практический характер. Знания, которые могут почерпнуть здесь специалисты, бесценны. Центральным мероприятием конференции стали прямые включения из операционных. Делились опытом и демонстрировали свое мастерство не только врачи областной клинической больницы, но и почетный гость конференции – один из лучших хирургов Великобритании – Джим Хан. Ведущие российские медики, в том числе и главный врач областной клинической больницы Дмитрий Хубезов, не раз посещали Англию, в частности клинику Портсмута, где перенимали опыт коллег по проведению лапароскопических операций. Теперь же одного из лучших хирургов мира пригласили к нам для обмена опытом. Джим Хан в клинике Портсмута ежедневно проводит порядка трех-пяти операций на толстой прямой кишке. Как и большинство врачей современной Англии, он является узким специалистом, занимающимся исключительно колоректальным раком. Так что ему есть чем поделиться с российскими коллегами. В нашей клинике, если сравнивать с другими европейскими центрами, наилучшим образом построен процесс обучения техники лапароскопических колоректальных операций. И мой приезд сюда поможет врачам получить опыт по проведению сложных операций достаточно простым способом. Моя главная задача – показать, каким образом командный подход в лечении данного заболевания может улучшить результаты лечения больных с колоректальным раком. К моменту проведения операции Джим познакомился с хирургической командой, с которой ему предстояло работать, и отметил их высокий профессиональный уровень. Команда подготовлена, мне будет очень приятно работать с этими специалистами. Радует и техническое оснащение больницы. Во время операции я буду чувствовать себя как дома. Джим Хан провел лапароскопическую резекцию прямой кишки у 43-летнего рязанца. Все свои действия хирург сопровождал подробными объяснениями, а за ходом операции участники конференции следили из конференц-зала, куда напрямую транслировалось видео из операционных блоков. Еще одного больного с раком кишечника прооперировала бригада рязанских хирургов во главе с главным врачом Дмитрием Хубезовым. Они проводили операцию с помощью трехмиллиметровых инструментов. Этой техникой в нашей стране владеют единицы. Хирургия очень сложная. Это живая хирургия, и она непредсказуемая. В этом ее прелесть, поэтому она и так максимально привлекает участников. Вы видите полный зал, потому что легко смонтировать любой фильм, красиво из любой операции показать, но вживую увидеть, иметь возможность задать вопрос оператору, как он получает какие-то осложнения интероперационные. Они, безусловно, бывают очень часто. И как он может с ними бороться, ликвидировать эти осложнения, выходить из тех или иных сложных ситуаций, видит весь зал. И это действительно не так просто. В среднем подобная операция длится порядка трех-четырех часов. И в случае удачного завершения, но восстановления и возвращения к нормальной жизнедеятельности пациенту требуется всего 6-8 дней. Ну а когда оперативное вмешательство проводят светило с мировым именем, в результате сомневаться не приходится. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани на этой неделе открылся первый индустриальный форум. В нем приняли участие более 40 предприятий области. Они продемонстрировали достижения и перспективные разработки в сфере промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, а также строительной отрасли. На стендах ведущие предприятия региона. Здесь строительные и промышленные компании, заводы, производства, учебные заведения. В таком формате на одной площадке представители различных сфер впервые. Достижения в работе продемонстрировали в первый день форума главе региона Николая Любимова. Сегодня мы открываем этот форум, поэтому мы сегодня хотим показать всем, и в первую очередь, конечно, нашим рязанцам, что умеют делать наши предприятия. А умеют они очень много. На этих экранах, например, можно увидеть движение города. Интеллектуальная система работает на перекрестках и самостоятельно изучает транспортный поток, а также регулирует сигналы светофоров, чтобы предотвратить образование пробок. Учебное заведение также демонстрирует уникальные разработки. Установка которой ставится на двигатель специализированной техники, например, сельхоз, и сообщает информацию о его работе и состоянии на экран компьютера. Данная установка позволяет существенно сэкономить затраты крупных пользователей автотракторной техники с учетом этого и предотвратить преждевременный выход из строя агрегатов ввиду неисправностей гидросистемы. Цель форума – создание уникальной деловой среды для налаживания контактов и привлечения новых клиентов. Он пройдет в течение двух дней на площадке культурно-досугового центра АК. Алена Куколева, Станислав Кудряшов, селекомпания «Город». За 10 лет в России вынуждены были закрыться около 4 тысяч розничных рынков. Связано это с ужесточением законодательства. В частности, согласно букве закона, с 1 января 2013 года все рынки, за исключением сельскохозяйственных, должны располагаться в капитальных зданиях. Данные изменения привели к тому, что количество самых востребованных населением рынков, универсальных, сократилось почти втрое. Прогнозы на будущее также неутешительные. Эксперты считают, что если не принять меры на уровне законодательства, то через 2-3 года рынки, в том числе и сельскохозяйственные, вообще могут прекратить свое существование. Насколько востребованы рынки в Рязани и как относятся горожане к их возможному исчезновению, узнавал мой коллега Валерий Седов. Антонина Ивановна торгует носками первую неделю. До этого она работала за прилавком лотков с фруктами, овощами и даже продавала семечки. Как сказала пенсионерка, всего и не упомнить. Сейчас она торгует товарами на улице, вне рынка. И покупатели находятся. Правда, их немного. Антонина Ивановна рассказала, ради чего решила заниматься этим нелегким ремеслом. Пенсии не хватает, я одна живу. Чего дома сидеть? А вот не холодно стоять? Сейчас вроде вообще холодно. Мы уже привыкли. 28 лет в торговлю. На самих рынках ситуация с покупателями не лучше. Возможно, в этом виноват мороз. Однако продавцы уверяют, что сейчас картина действительно выглядит именно так. Спрос на товары, продающийся на рынке, у потребителей упал. Теперь все продукты можно купить недалеко от дома, в супермаркетах. В народе устоялось некое правило, что товары на рынке всегда свежие и прямиком с огорода. Да и качеством и ценой от магазина они должны сильно отличаться. По словам покупателей, большой разницы в качестве между сертифицированными продуктами и рыночными они не замечают. То есть какой-то принципиальной разницы между рынками и супермаркетами не замечают? Нет, абсолютно нет. Продавцы же, в свою очередь, утверждают, что их продукция на рынке всегда свежая. По поводу свежести, то конечно свежая. Конечно, мы же не получаем форуми, как в супермаркетах, магнитах и везде. Мы возьмем 5-10 курочек, всего понемножку. Татьяна работает на рынке уже много лет. Мороз, жара или дождь продавец всегда выходит на работу. Вот только народ рынок практически перестал посещать. Для сотрудников это самое сложное, ведь их зарплата напрямую зависит от продаж. Поэтому прибавка к пенсии получается совсем небольшая. Однако, если покупатели есть, то они самые преданные. Мария Егоровна в супермаркетах почти ничего не покупает. Говорит, что цена сильно отличается. Да и здесь куда удобнее. Мне очень нравится. Мне лично это удобно. Я села на автобус, доехала до конечной, купила. В моем возрасте носить уже все тяжело. В маршрутку сел, прыгнул и поехал. Мне это очень удобно. Я и делаю приветствия рынке. Они должны быть. Эксперты пророчат, что рынкам осталось существовать всего несколько лет. Законопроекты постоянно ужесточают правила торговли. По словам представителей Министерства сельского хозяйства России, сценарий с исчезновением рынков станет катастрофой. Поэтому заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов отмечает, что сейчас законодательство нацелено на возвращение рынков в города. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания «Город». В прошлые выходные в сети появилось тревожное видео. На нем запечатлено, как школьница избивает своего ровесника. Видео снимали ее приятели, а те, кто присутствовал, при этом активно обсуждали и комментировали происходящее. Однако мысли остановить избиение ни у кого не появилось. По данному факту полицейские проводят проверку. Внешний вид, поведение или манера ведения разговора – даже такие, казалось бы, мелочи могут спровоцировать агрессивное поведение. Не раз в социальных сетях появлялось видео об избиении подростков. Причины для драки находились порой самые необычные. Даже сказанное, не впопад словом, может спровоцировать серьезный конфликт. В 2018 году ситуация ухудшилась. В феврале уже зарегистрировано несколько случаев именно детской агрессии. На днях в социальной сети появилось очередное видео. Драка произошла в городе Рыбное. Агрессором здесь является девочка. Об этом можно судить по записи. По словам участников, драка произошла из-за того, что мальчик оскорбил у ее знакомых. По факту избиения юноши полиция начала проверку. Личности участников драки уже установлены. Отделом МВД России по Рыбновскому району проводится полный комплекс мероприятий для выяснения всех причин и обстоятельств произошедшего. Сотрудники полиции опрашивают как учащихся, так и их родителей. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Эксперты выделяют две причины детской агрессии. Это подобное поведение у членов семьи и непоследовательность родителей в обучении детей правилам и нормам поведения. Говорить о том, что виноваты только родители, неправильно. На ребенка влияет и его окружение, люди, с которыми он общается, передачи, которые смотрят, книги, которые читает. Совсем недавно в селе Шумыши произошел похожий инцидент. Ученик младших классов ударил другого стеклянной бутылкой. Родители рассказали, что случай этот уже не первый. Психологи утверждают, что при работе с детьми надо быть максимально аккуратными. Они запоминают все слова и поступки. И именно от родителей зависит то, какими они вырастут. Полицейские задержали в Рязани инструктора автошколы, который за деньги предлагал помощь в незаконном получении водительских прав. Стоимость решения вопроса 18 тысяч рублей. В полицию поступила информация, что инструктор одной из автошкол Рязани предлагает за деньги оказать помощь в сдаче экзамена на получение водительских прав. Якобы для этого у него есть знакомые среди полицейских. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что 38-летний инструктор автошколы никаких знакомых среди сотрудников полиции не имел. И своим предложением оказать помощь вводил людей в заблуждение. Согласно российскому закону, дети-сироты, вышедшие из стен детских домов, имеют право на получение жилплощади. Вот только реализовать это право получается далеко не у всех. Житель Рязани вот уже на протяжении нескольких лет не может получить положенные квадратные метры. В трудностях квартирного вопроса попробовал разобраться мой коллега Валерий Седов. Никита Мжельский был под опекой до 18 лет. Он – сирота. По закону Российской Федерации по достижению совершеннолетия ему предоставляется квартира. Оказалось, что получить ее не так-то просто. В 2011 году Никита попытался встать на очередь на квартиру. Подростку было отказано. Ситуацию удалось прояснить только в суде. В судебном порядке суд подтвердил то, что я должен встать на квартиру. Мы выиграли дело. И уже в 2012 году я встал в очередь на квартиру. В очереди на квартиру Никита стал 76-м в списке. Конечно же, за несколько лет это число успело измениться несколько раз. Правда, в обе стороны. Никита поднимался и опускался в списки очередности как вверх, так и вниз. 40-й, 80-й. За 5 лет Никита так и не приблизился к цели. Еще существует у нас отдельная очередь в Рязани, про которую, наверное, министерство образования даже не слышало. Это какая-то судебная очередь. Наверное, министерство образования тоже не в курсе. Раз пишется, что я 48-й, там квартира дают 68. А еще существует очередь, в которой еще человек 60-70, и про нее как бы нигде не оговаривается. И как вот быть в такой ситуации непонятно. И с кого спросить за это. Обращение в министерство образования ситуацию не изменило. Никита Мжельский пишет туда несколько раз в год. Оттуда постоянно отвечают, что все, кто стоит на очереди, квартиру получает. Правда, ситуация с Никитой доказывает обратное. Обращение в прокуратуру результата также не принесло. С мертвой точки дело сдвинулось только в 2017 году. Пришло письмо о том, что я стою в очереди 46-й, а квартиру выдают в этом году 68. Да, по-моему, как бы вот так вот. И, значит, собственно, 2017 год прошел, квартира дали. Ну, как все было, так и есть. Как бы ничего не сдвинулось с места. И в очереди я опять стою в 46-й. Даже будучи 46-м в очереди, Никита так и не получил ни одну из 70 квартир. Он шутит, что 28 февраля исполняется ровно 6 лет, как он стал в очередь на квартиру. Никита говорит, что бороться за свои права он не перестанет. Обращение в суд, консультация юристов – все это должно хоть как-то повлиять на ход событий. Сидеть на месте – не вариант, потому что у нас квартира принципиальная, не хотят давать. И если они кому-то даются, то это, мне кажется, явно не детям-сиротам. Уходят они куда-то в небытие просто-напросто. И как это проверить? Никто это, мне кажется, не проверит. Это золотая жила в нашем городе. В этом году Никите исполнится 24 года. Его случай в городе не единственный. И есть люди, которые до сих пор заветное жилье так и не получили. Неужели стоит идти на крайние меры и обращаться в суд, чтобы получить то, что положено по закону? Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Известный российский блогер-путешественник Руслан Внедорожный за лето собрал дом на колесах, а зимой отправился в экспедицию по стране с единственным попутчиком – псом Ричи. Экспедиция стартовала осенью прошлого года. За время путешествия Руслан проехал более 20 городов. Не каждый рискнет отправиться в путешествие через всю страну зимой, да еще и с прицепом, который до этого не знал таких расстояний. Путешественник из отечественных материалов собрал свой дом на колесах и осенью стартовал в экспедицию по России из края в край. Выехал я 22 ноября, уже пошел четвертый месяц, как я в дороге. Могу смело называться дальнобойщиком. Проехал уже 9 тысяч, там 300, 9 600. Уже за это время проехал 9 600. Ну, собственно, уже Рязань – это последний город. Именно в Рязанской области Руслана встретили самые плохие дороги. От Тамбова до Рязани я добирался очень долго, потому что дорога просто разбитая. Латка на латке. Вся дорога залатанная. Были участки дороги, где даже уже и асфальта нет. В Тамбове чуть-чуть получше. В Рязанской области. Я думал, я еще еду по Тамбовской области. Нет, я уже был в Рязанской области, дорога уже была очень плохая. Задумав дом на колесах, он в первую очередь хотел создать себе комфортные условия во время путешествия. Изучив опыт американцев и австралийцев, решил самостоятельно построить фургон. О его устройстве рассказывает на своем канале на YouTube. В доме на колесах есть все необходимое для жизни в дороге. Газовая плита, холодильник, водопровод, биотуалет, интернет и даже стиральная машина. Что немаловажно, когда на улице минус 15 есть отопление. Здесь вот скрыт воздушный отопитель, планар дизельный. Запускается с приложения, выставляется нужная температура. То есть можно в автомобиле запустить приложение, выставить температуру 22 градуса, к примеру, запустить. Придет смс, что помещение прогрето до 22 градусов, емкость аккумулятора 12 вольт, и сток это. И приходишь, здесь уже все тепло. Вместе с путешественником в страну исследует его напарник, пес Ричи. Он сопровождает Руслана во всех приключениях и не подпускает к хозяину незнакомых людей. Принципиально хотелось поехать одному. Ну, во-первых, испытать в какой-то степени себя тоже. Насколько хватит сил, терпения проехать весь участок в одиночку, справляться со всеми трудностями в одиночку. Руслан ночует только в доме на колесах, даже если знакомые зовут на ночлег. При этом не всегда это парковки возле торговых центров, но и полная глушь. В полях, на берегу рек, высокогорье, куда не каждый внедорожник еще и доедет. И не без приключений. В Рязани, например, у него замерзла солярка. Я приехал в пять с чем-то и долго я воевал и пытался отогревать солярку. Потом уже плюнул, взял вот у меня фен. Я его частенько демонстрирую, показываю. Он может нагреваться до 600 градусов. То есть воткнул фен, выставил температуру и начал отапливать феном. Цели путешествия Руслана довольно глобальные. Это и популяризация России как место отдыха россиян, и привлечение внимания к субкультуре «Сделай сам». А во время поездок блогер посещает предприятия и производство отечественной продукции и выпускает об этом репортажи. Алена Куколева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В феврале в Ижевске прошел фестиваль ледовой скульптуры. В нем приняли участие профессиональные скульпторы из разных городов России и ближнего зарубежья. В числе участников оказался и рязанец. Он представил необычную работу под названием «Любовь». За 10 лет творческой деятельности Юрий Местрюков участвовал в таком количестве фестивалей ледовых скульптур, что и не сосчитать. В этот раз он и подготовиться толком не успел, так как удмуртский лед был организован спонтанно и в рекордно короткие сроки. Однако от возможности принять в нем участие Юрий отказываться не стал. Так что скульптор выбрал уже готовый эскиз, который был подготовлен для другого фестиваля. Вместе со своим напарником Кириллом Баталовым из Невьянска воздвиг 4-метровую скульптурную композицию изо льда под названием «Любовь». Изображено двое людей, мужчина и женщина. Они притянуты друг к другу, как бы на взлете. Связаны невидимой нитью. И рядышком находится ангел, который эту нить натягивает, помогает им быть рядом. Для Юрия подобные фестивали – это прекрасная возможность реализовать свои творческие задумки в тех масштабах, на которые они и рассчитаны. И это одна из причин, почему скульптор любит работать со льдом. У него есть свои большие плюсы. Большие монументальные скульптуры очень быстро делаются. Чтобы сделать то же самое с другого материала, нужно гораздо больше времени и других ресурсов. Ну и лед еще имеет прозрачность, и когда взаимодействует со светом, получается волшебство. Скульптурная композиция изо льда под названием «Любовь» украсила набережную в Ижевске вместе с другими ледяными изваяниями. Фестиваль «Удмуртский лед» прошел впервые. В нем приняли участие профессиональные скульпторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Екатеринбурга и других городов России, а также ближнего зарубежья. Для создания ледовых композиций было использовано около 200 тонн льда. А вот конкурсный составляющий фестиваль лишен. Здесь каждого, чьи эскизы были отобраны, можно считать победителем. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Комфортную городскую среду обсудил со школьниками глава администрации Рязани Сергей Карабасов. Исполняющий обязанности мэра города пригласил учащихся высказать свое мнение относительно территории, требующих благоустройства. В сборе предложений горожан по объектам, которые, по мнению рязанцев, необходимо благоустроить, приняли участие свыше 56 тысяч человек. На днях завершилось обсуждение эскизов проектов 12 парков и скверов, за которые ранее высказалось большинство участников опроса. В прошлом году благодаря этому проекту в Рязани благоустроили три общественных пространства. В этом году планируется благоустроить еще четыре. Они будут определены в ходе рейтингового голосования 18 марта. Принять участие в голосовании могут все жители Рязани, достигшие 14-летнего возраста. Отдельно Сергей Карабасов рассказал о планах на реконструкцию городского лесопарка. На самой большой городской зеленой зоне площадью более 100 гектаров предусмотрено создание современного паркового ландшафта с устройством освещения, парковок, детских площадок, пешеходных дорожек и пляжа. А под мостом планируют построить большой спортивный центр. Из-за сильных морозов на трассе развернули мобильные пункты обогрева. Они призваны помочь водителям, оказавшимся в трудной ситуации в Рязанской области. Где размещены такие точки, знает Ирина Ковалева. Мороз не страшен тогда, когда ты тепло одет, передвигаешься по трассе на исправном автомобиле и без происшествий. Но что делать, если машина вдруг сломалась или же из-за аварии образовалась нешуточная пробка, а на улице серьезный минус? Об этом позаботились сотрудники МЧС. В связи с установившимися низкими температурами и неблагоприятными метеоусловиями, в управлении МЧС России Рязанской области было принято решение развернуть два пункта обогрева. Один из них располагается на трассе М5 «Урал» на 207-м километре, а второй на трассе М6 на 241-м километре. Мобильный пункт обогрева предназначен для оказания помощи в случае образования заторов либо каких-то крупных происшествий на дороге. В состав мобильного пункта обогрева входят отапливаемые палатки, полевые кухни, генераторы, тепловые пушки и специализированная техника высокой проходимости. Также на базе мобильного пункта обогрева человек может поесть, выпить горячего чая, согреться и зарядить телефон. Пунктом обогрева решил воспользоваться и Александр. В дороге у него сломалась печка. Петли хорошо, предложили выпить горячего чаю, воспитаться в тепле, отдали курку, чтобы было теплее. И со временем помочь, чем смогу с машиной, чтобы добраться к резанию. Время, которое может провести водитель в теплой палатке, не ограничено. При необходимости здесь можно и переночевать. На базе каждого пункта обогрева есть возможность организовать порядка 50 спальных мест. Отменить выборы не удастся. Сотрудники силовых ведомств региона нейтрализовали действия преступников, которые под угрозой захвата заложников и взрыва здания требовали отменить выборы. Учения прошли во дворце молодежи. По сценарию учения, группа вооруженных лиц проникла на территорию объекта, захватила заложников из числа членов избирательной комиссии и жителей Рязани, после чего забаррикадировалась под угрозой убийства заложников и взрыва. Выдвинуты требования об отмене выборов. Отменить выборы! Мы захватили заложников! Здания и прилегающие территории были незамедлительно отцеплены. Приняты меры по обеспечению безопасности граждан. В результате проведенных переговоров склонить террористов к отказу от противоправной действенности не удалось. В ходе проведенного боевого мероприятия они были нейтрализованы, заложники освобождены. Пострадавшим своевременно оказали медицинскую помощь. Очаги возгорания и угрозы взрыва ликвидированы. Учение продемонстрировало готовность привлекаемых сил и средств к пересечению акта терроризма. И на этом у меня все. Напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника. Желаем отличных выходных! Грязь, слякость, выхлопы. Шум, шум, шум! Плотный трафик, строительная техника, высоковольтные линии. Жить в городе? Зачем? Зачем жить в муравейнике, если в 10 минутах от города расположился жилой комплекс «Полянка»? Жилой комплекс «Полянка» ближе к природе, вдали от суеты. Жилой комплекс «Полянка» ближе к природе, вдали от суеты.